Здравствуйте! Две смертельные аварии произошли за последние два дня в регионе. Подробности расскажем далее. Первое ДТП произошло во вторник на трассе А-114 в районе поселка Ботово. 66-летний мужчина ехал из Вологды на автомобиле Лада Гранта. По непонятной причине съехал в Кювет, где врезался в опору линии электропередач. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия до прибытия медиков. Отмечается, что в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности. В обстоятельствах ДТП сейчас разбирается полиция. Еще одно смертельное происшествие произошло в среду в 4.48 утра в Кичгородке на улице Советской. По предварительной информации, 21-летний житель Мурманской области, управляя автомобилем Форд Фокус, не выбрал безопасную скорость. На повороте машину занесло. На обочине Форд врезался в припаркованные автомобили УАЗ и Лада Приора. В результате ДТП водитель Форда погиб, а опять его пассажиров получили травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Несовершеннолетний пассажир мотоцикла пострадал в аварии в Великоустюгском районе. Там столкнулись два двуколесных транспортных средства. Подробности далее. В обстоятельствах, при которых произошла авария, предстоит разобраться с сотрудником полиции. По данным УМВД, в деревне Теплогорье столкнулись мотоцикл и мопед. Мотоциклом управлял 37-летний мужчина мопедом 19-летний молодой человек. В аварии пострадали три человека, оба водителя и 14-летний пассажир мотоцикла. Подросток водитель получил травмы при катании на мотоцикле. Авария произошла на территории Череповецкого района. Об этом прямо сейчас. ДТП произошло в понедельник около 14.25 в деревне Захарова. По предварительным данным, 12-летний подросток, управляя мотоциклом, съехал в придорожный кювет. В результате ДТП юноша получил ушибы и ссадины, доставлен в больницу Череповца, где сейчас проходит лечение. Далее инспекторы ГАИ Череповецкого района напомнят о том, как опасна пьяная езда. Вот если опять же обратиться к статистике, какой возраст вот таких нарушителей, это больше молодые люди или это пожилого возраста? Как такового возраста на самом деле сейчас нет. Есть и молодые люди, 20-25-30 лет управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Точно так же могут и люди более старшего возраста управлять транспортным средством. То есть вот какого-то такого цензора возрастного сейчас на данный момент нет. То есть люди выпивают алкоголь, их что-то побуждает в движении, что-то побуждает просто ехать, что-то побуждает еще ехать, купить еще дополнительно, потому что не хватило. Соответственно, да, кто-то просто, допустим, если управляют квадроциклом, какими-то такими видами техники, это уже какая-то бравада, поехали, я покажу сейчас, как я умею. То есть вот такие ситуации, что вот у человека в состоянии алкогольного опьянения на уме, к сожалению, очень сложно представить, да, и какие мы в жизни в одном состоянии, то абсолютно люди другие, когда в состоянии алкогольного и уж тем более наркотического опьянения, когда они совсем не осознают действительность происходящего. Ну вот насколько это влияет на управление транспортом? То есть человек думает, что он едет хорошо, сконцентрирован, а на самом деле? Ну на самом деле, да, действительно, такие водители, они тоже есть две категории, есть наоборот те, которые мне море по колено, а есть наоборот такие, то есть, да, допустим, даже их на автодороге можно заметить, они всегда пристегнуты, у них всегда будет включен свет фар, они крайне осторожно управляют транспортным средством, и вот, да, я поеду потихонечку, аккуратненько, чтобы меня не остановили, это, как правило, такие водители, которые едут рано утром на работу с похмелья, но вот возлияние очень долгое и значительное было, и поэтому, да, вот такие водители... Не успели протрезвить, да, можно сказать. А нужно на работу, конечно, да. А есть наоборот такие, которые выпили море по колено, собрали целую компанию с собой и поехали. То есть, конечно же, замедляется скорость реакции на реагирование какой-то ситуации. Если это загородные автодороги, мы помним, что сцепление колес автодорога, естественно, снижается из-за того, что, да, из-за дорожного полотна. Соответственно, когда они превышают скоростной режим, который не замечают, как превышается, да, а может наоборот, я тебя сейчас с ветерком прокачу с этими мыслями, газ в полос, как говорится, да, и погнали. Соответственно, когда уже начинает образовываться ситуация аварийная, он не сможет такой водитель вовремя среагировать. Также подобный водитель может не замечать смены сигнала светофоров, но это уже касаемо больше города Череповца, ну и подъезд города Череповца у нас есть светофорные объекты. То есть, соответственно, конечно же, нетрезвый водитель, водитель в состоянии алкоголя и уж тем более наркотического опьянения не сможет так реагировать на обстановку, как другие водители. Плюс тут еще могут быть сопряжающие факторы, жаркая погода, допустим, да, темное время суток, когда и так, может быть у водителя не очень зрение, соответственно, да, вот эти все факторы складываются воедино. И очень часто, да, водители, которые употребляют алкогольную, да, спиртосодержащую какую-то продукцию, они совершают дорожно-транспортное происшествие. Есть как с пострадавшими, погибшими, то есть с тяжкими последствиями, есть и просто, да, ДТП, где он сам не пострадал, но автомобиль получил значительные механические повреждения. А много ли таких происшествий? Ну да, на самом деле очень много таких происшествий, особенно когда водитель получает, автомобиль только получает механические повреждения, как правило, они увидев, пугаются, убегают, потом начинают сообщать граждане, что вот автомобиль в кювете, одно сообщение, второе, третье, то есть, да, вот увидели, сразу же приезжают. У нас, естественно, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, очень часто подобные водители устанавливаются, очень часто они говорят, что вот съехал в кювет, поехал, пошел за помощью, выпил после ДТП, пытаются уйти от какой-то ответственности, но, как мы помним, если у нас произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель также не имеет права употреблять алкогольные напитки, да, пока не произойдет освидетельственное состояние опьянения. Соответственно, это также является нарушением и привлечение то же самое, да, как и просто, если водитель выпил, допустим, до ДТП, то же самое, лишение до двух лет специального права управления и административный штраф 30 тысяч рублей, поэтому тут как-то пытаться обойти закон, говорить, что это я вот после ДТП, испугался, разволновался, тут, в принципе, нет смысла придумывать что-то, изворачиваться. Бывают у нас ситуации, когда граждане задерживают у нас водителей в состоянии алкогольного опьянения, люди очень бдительны стали, очень помогают полиции, это, конечно, очень похвально, и самое главное, что понимать, что этот водитель, он может быть опасен настолько для общества, что, ну, кто-то пройдет и скажет, а, его дело, там, сотрудники ГИБДД разберутся, а потом этот водитель может совершить наезд на родственника, который является пешеходом, либо, да, какие-то близкие, и поэтому тут просто проходить мимо, я думаю, что не стоит, и всегда необходимо сообщать о подобных фактах управления водителями, транспортным средством, когда они находятся в неадекватном состоянии. Не подрезать общественный транспорт призывают инспекторы технического надзора ГАИ. Следующий материал на эту тему. Регулярно водители автобусов жалуются на водителей легкового транспорта. Вот недавний случай на Шекснинском проспекте. Автолюбитель из среднего ряда решил повернуть на парковку, при этом забыл пропустить автобус. В салоне упала и пострадала женщина. При перестроении учитывайте то, что ему резко не остановиться, потому что у него пассажиры. Потому что преимущество даешь и автобусу, конечно. Бывает, ДТП происходит непосредственно в районе остановки. По правилам дорожного движения водитель должен пропустить общественный транспорт, который начинает отъезжать. Ну а в реальных условиях далеко не все водители выпускают автобус. По правилам отъезжающие автобусы с остановки нужно пропустить. То есть я наблюдаю, иногда просто их никто не пропускает. А когда сам останавливаешься, чтобы пропустить, водители спасибо автобусам говорят. Да. То есть они считают, что как бы или не знают, или может просто спасибо говорят, что спасибо, что пропустил. Может достаточно редко их пропускают. Им это приятно самим уже. Как уверяют инструкторы автошкол, своим ученикам это всегда объясняют. Вот вы учите вождению, грубо говоря, будущих водителей. Вы как-то заостряете внимание на общественный транспорт? Конечно. Обязательно выпускаем автобус с остановки. С остановки. То есть вы это стараетесь, да, с ними проговаривать? То, что забыл. Обязательно. В первую очередь, да. Есть и другие проблемные ситуации. В городе имеются автобусные остановки, при движении от которых некоторым автобусам необходимо перестраиваться. Например, из крайнего ряда в правый, в крайний левый для поворота, а в дальнейшем на перекрестке. Вот как раз такой пример. Из правой крайней полосы водителю автобуса необходимо перестроиться в левый ряд. Автолюбители в такой ситуации просят пропустить общественный транспорт. Это уже к вопросу вежливости и взаимовыручки на дороге. Последнее касается и самих водителей автобусов, и не только это. Соблюдение правил тоже никто не отменял. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе.